Приветствую, друзья! Знаете, кого сейчас больше всего не любят в Кремле? Думаете, Зеленского? Может, Байдена? Навального, наконец? Нет, там не любят и боятся жен, матерей и других родственников, мобилизованных на фронт. Боятся не зря. Родственники мобилизованных уже близки к отчаянию. Вот как сейчас вернуть мужа с СВО? Нет, вернуть мужа с войны, конечно, можно. Я могу перечислить варианты, которые Путин оставил женам и матерям мобилизованных. Можно, например, дождаться, когда ваш муж или сын придет в двухсотом. Да, гроб, увы, самый надежный способ навсегда покинуть войну. Тяжелое ранение или инвалидность – следующий вариант. Не такой надежный, как мы теперь знаем, но существующий. А можно дождаться его из тюрьмы. Это если он откажется воевать и сядет. Можно еще попытаться сдать на фронт чего-то еще мужа взамен своего. Но для этого нужна новая мобилизация, которая даст возможность ротировать войска. Можно сдаться в плен. Это не решит проблему возвращения домой, но, по крайней мере, позволит покинуть передовую. Можно совершить какое-нибудь преступление, получить уголовную статью и зэкам завербоваться в штурмовые отряды. Тогда есть шанс через полгода вернуться домой, потому что, как ни странно, Путин отпускает домой маньяков, убийц и насильников, повоевавших в Украине, но не простых мобилизованных. Вот, например, сатанист-людоед, пусть и раненым, но вернулся домой к родным, получив помилование. Или человек, пропустивший свою возлюбленную через мясорубку. Повоевал полгода и уже дома. Или вот такой гражданин, насиловавший и пытавший в течение нескольких часов студентку Веру Пехтюлеву. Получил 17 лет, но провел в колонии всего полгода. Завербовался на войну в Украину и вот уже с чувством выполненного долга жарит шашлыки в компании друзей. Родственники мобилизованных видят в этом чудовищную несправедливость и начинают от записи верноподданнических обращений к Путину переходить к уличным акциям. 7 ноября они впервые вышли с пикетом в Москве. Правда не сами по себе, а в рамках традиционного беззубого митинга КПРФ. И озвучили там в том числе и политические требования. Родные видят безысходность положения мобилизованных, поэтому пытаются давить на власть. В чем родные мобилизованных пока не хотят себе признаться, так это в том, что выход есть. Вернуть мужей и сыновей с фронта здоровыми и не в тюрьму можно, но для этого надо остановить войну. И в Кремле дико боятся момента, когда родные мобилизованных придут к пониманию этого выхода. Сотни тысяч женщин и детей, которые выходят на улицу с требованием остановить войну, это самый страшный кошмар. Режим делает все, чтобы не допустить этого. И первая задача Кремля – не позволить родственникам мобилизованных осознать свою массовость и силу, а для этого необходимо не дать им объединиться. Родственникам мобилизованных отказали в проведении митингов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и других городах. Отказали с издевательской и циничной формулировкой в связи с ограничениями по коронавирусу. Вот плотная толпа в несколько тысяч человек на концерте символа путинского нацизма – шамана – это нормально. А как жены мобилизованных, так это вдруг опасность ковида через полтора года после окончания эпидемии. В Кемеровской области и в Красноярском крае полиция вообще пришла домой к женщинам, которые состояли в чатах родственников мобилизованных. А какие-то альтернативно одаренные кремлевские политехнологи додумались до того, чтобы запустить вот такие вот очевидно постановочные ролики, где требующих вернуть мужей с войны женщин выставляют работающими за деньги актрисами. Чего боятся в Кремле? Правильно. Они боятся, что в преддверии очередного переназначения Путина жены и матери мобилизованных придут к логичному заключению. Я ни в коем случае не буду голосовать за Владимира Путина никогда, ни в марте, я и до этого за него не голосовала. Потому что очень много плохого сделал президент для страны, то есть просто это рабство. Чтобы этого не случилось, Кремль готов запрещать митинги под надуманными предлогами, стращать женщин полиции или просто пытаться подкупить деньгами-лиготами. Но рано или поздно жены и матери поймут, единственный реальный способ вернуть мобилизованных домой – это закончить войну. А закончить войну навсегда может только уход Путина, ведь война на самом деле нужна только ему. Вы, наверное, миллион раз слышали, что цель войны – это деноцификация Украины. В чем заключалась деноцификация страны, во главе которой стоит этнический еврей? Вот это вот совершенно непонятно. Но только под рассказы о деноцификации официальное лицо СВО, певец-шаман, вовсю эксплуатирует нацистскую символику, а на Кавказе начались еврейские погромы. Еще нам объясняли, что война нужна, чтобы защититься от расширения НАТО. Только вот с начала агрессии граница России с НАТО серьезно увеличилась, а граница с Украиной стала не просто границей с НАТО, а границей с реально враждебной страной. Еще нам говорили, что мы обороняемся, на нас напали. Но только вот ни одного солдата чужой страны на территории России нет. А аннексия чужих территорий, наоборот, есть. Все официальные объяснения причины необходимости войны – это один большой наспех придуманный фейк. В реальности эта война нужна только одному человеку – Путину. Война нужна для поддержания рейтинга, для создания легитимности, для продолжения пребывания у власти, для сохранения возможностей, для воровства, для всей путинской шайки. Если вы посмотрите на динамику популярности Путина, то каждый раз, когда его рейтинг падал, он начинал войну. Именно за его рейтинг, за его возможности дальше цепляться за власть, гибнут в Украине люди и не могут вернуться с фронта мобилизованы. Путину власти 25 лет. Он старый автократ, которому нечего предложить в стране. Автократ, живущий в окружении своей вороватой прислуги. Он уже не поднимет экономику, не сделает жизнь граждан лучше, не сделает жизнь граждан богаче или дольше. 25 лет прошло, все, все ясно. Он уже на это не способен. Он променял счастье и благосостояние 140 миллионов человек на личную красивую жизнь и баснословное богатство своих друзей. И это невозможно не видеть. Именно поэтому ему нужна война. Война превращает постаревшего питерского решалу, мешающего развитию страны, в якобы героического защитника геополитических интересов, который собирается оставаться у власти до самой смерти. Именно за путинскую личную власть гибнут люди по обе линии фронта. Именно за эту цель мобилизованные полтора года назад безвылазно торчат в окопах, теряя жизни и конечности. И не нужно быть каким-то аналитиком или экспертом, или обладать тайным знанием, чтобы понять, в чьих интересах это война. Вот просто возьмите новость последней недели. Журналисты проекта Досье нашли еще одну путинскую яхту. Эта яхта стоимостью 50 миллионов долларов строилась на оборонном предприятии. Она предназначена для отдыха Путина в акватории Черного моря. А сейчас лодка на обслуживание в стране НАТО, в Турции, в ДОКе, который также ремонтирует военные натовские корабли. То есть пока ваши мужья и сыновья воюют под лозунгами борьбы с НАТО, Путин платит стране вот этого самого ужасного НАТО за ремонт своей лодки. Пока ваши родные отмораживают конечности в окопах, Владимир Владимирович продолжает сладкую жизнь. Есть ли еще какие-то сомнения, для чего и для кого нужна эта война? Как прекратить эту войну? И что для этого могут сделать, например, матери, жены и родные мобилизованных? Вообще-то много. Сейчас семьи мобилизованных используют понятную верноподданническую тактику. Мы, мол, не будем выступать с антивоенных позиций, мы не будем раздражать власть, мы в целом не против СВО, только верните домой конкретно моего мужа. Эта позиция понятна, она объяснима, но ошибочна. Война нужна Путину и будет продолжаться, пока он у власти. Рассчитывать на хороший исход, пока война продолжается, бессмысленно. Никто не вернет вам родных, пока вы не станете силой. Причем силой, которая опасна для власти и требует от нее свое. И вот сейчас для этого самый удачный момент. В марте следующего года Путин и его администрация будут разыгрывать очередной электоральный спектакль. Цель этого представления – сделать вид, что большинство населения действительно переизбрало президента на очередной срок. Все, включая организаторов, понимают, что это будет очевидная постановка. Что результат будет тупо нарисован. Что бюллетени даже считать-то никто не будет. Все понимают, но задача Путина и его администрации – создать впечатление, что хоть и были манипуляции с голосованием, но большинство страны поддерживают вождя. Чтобы у людей сложилось такое впечатление, несогласные с переназначением Путина не должны быть заметны и консолидированы. План путинских технологов состоит в том, чтобы все несогласные с властью думали, что их мало, они маргинальны. Но родственников мобилизованных – миллионы. Если в преддверии мартовского голосования хотя бы десятая часть выйдет на улицу и потребует остановить войну, вернуть мобилизованных домой, то их голос будет тяжело не услышать. Сотни тысяч протестующих под лозунгами «Против путинской войны» неизбежно взорвут картину всенародного переизбрания любимого вождя. Но родственникам мобилизованных стоит сейчас выходить с протестами, конечно, не ради испорченной картины путинского ликования. Если путинским технологам не удастся убедить граждан России в безусловной и подавляющей поддержке вождя населением, то продолжать войну будет значительно тяжелее. Одно дело, когда войну ведет лидер, которому нарисовали 80-процентную электоральную поддержку, и совсем другое, если в кровавую изнурительную мясорубку страну втягивает, очевидно, непопулярный диктатор, чей рисованный рейтинг никто не верит. И если до мартовского голосования не использовать окно возможности, если не выйти против войны сейчас, то потом будет поздно. Успешно нарисовавший себе 80% Путина не только не вернет ваших мужей, но и заберет ваших детей ради какого-нибудь нового наступления, может быть, даже уже не в Украине. Счастливо вам! Как вернуть мужа со своего навсегда? Мой ответ прост. Сменить Путина и закончить войну. Продолжение следует...